привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе white witch из-за соответствующего имиджа эту команду зачисляют в стан глэмстеров однако в творчестве white witch переплетены и другие стили включая арт-рок психоделику и хард коллектив образовался в 1971 году в городе тампа штат флорида а его исходный состав выглядел так роналд рон гоударт вокал чарльз бадди ричардсон гитара хардин бадди пендеграсс клавишные роберт бобби шей ударные и лоял боу фишер бас несколько месяцев white witch околачивались на маленьких площадках юго-востока сша пока их наконец не взяла под свою опеку фирма capricorn records данная контора специализировалась на южном роке а наши герои играли другую музыку но альянс как выяснилось позже неудачный все же состоялся в 1972 группа выпустила свой первый альбом львиная доля материала с которого принадлежала авторскому тандему гаударт пендеграсс и хотя сочинители у песен были одни и те же стилистика композиции различалась на первой стороне пластинки находились сдвоенный психоделический спейсовый номер парабрам гритин дуэлис он за трешхолд построенная на тяжелом органе help me lord помесь прогрессива с битлопопом don't close your mind и you are the one и как будто прибывшие из фолковых шестидесятых нежная полуакустическая вещица sleepwalk вторую сторону открывала заводное южное буги homegrown girl за ним следовал глэмовый номер а-ля дэвид боуи and i am living после чего white witch пускались в сумасшедший органный водоворот спейс металлической композиции illusion остатки включали в себя гламурный водевиль it's so nice to be stoned еще один сдвоенный коллаж have you ever thought of changing jackson slade с отсылками к творчеству великих битлз и закрывающий каратыш the gift на котором white witch видимо вспомнив о своем названии выдавали оккультно мистический звук короче говоря южатины более подходивший для специфики каприкон здесь было маловато поэтому лейбл не стал уделять внимание раскрутки альбома и хотя музыканты все же старались поддерживать гастрольную активность это не давало особого эффекта наплевательское отношение фирмы спровоцировала кадровые перестановки и своих мест лишились фишер и шей первое время вместо роберта играл рэбой барби но к началу новых сессий ритм секцию составили басист чарли суза и барабанщик билл питерсон на альбоме a spiritual greeting двум прежним основным автором присоединился ричардсон и хотя количество песен сократилось они не стали менее разнообразными жесткая открывашка view all right high с намеком на эрл смит глэм буги slick witch лирика в духе маккартни и рэя дэвиса walk on еще пара закосов под боуи в классов 2000 и crystallize and realize органный гимн showdown среднетемповый глэм black widow love и закрывающий тяжеляк анти крести в духе дипепл вот что скрывалось за относительно скромной обложкой второго альбома к сожалению история с промоушеном а точнее с отсутствием такового повторилась в результате чего подал в отставку ричардсон white witch нашли ему замену в лице джорджа броули и даже попытались сделать какие-то записи но на третий альбом им выйти так и не удалось и команда распалась в конце девяностых начали циркулировать слухи о воссоединении группы однако в июле двухтысячного от рака скончался голдард тремя годами позже по аналогичной причине умер и пендеграсс и таким образом полноценный реюнион стал невозможен а объясняя свое название музыканты перед началом концертов делали следующее заявление принести добро туда где когда-то было зло принести любовь где когда-то было ненависть принести мудрость где когда-то было невежество во всем этом и заключается сила белой ведьмы и и и и и